Новости на Амурском областном телевидении в студии Валентина Абрамова. Сегодня в нашей программе. Здоровью и жизни ничего не угрожает. Школьников, потерявших сознание филиале первой гимназии, выписали из больницы. Еще одна железнодорожная авария. 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Сковородинском районе. Не смог объяснить своих действий. В Белогорске задержали серийного поджигателя. Наука быть солдатом. Амурские студенты приняли участие в военно-патриотическом состязании. Все задачи выполнены. В Москве завершились дни Амурской области в Совете Федерации. В Свободном пропал 6-летний ребенок. Инцидент произошел 18 февраля. На поиски мальчика уже вышли сотрудники полиции и волонтеры. Судя по видео, с камер уличного наблюдения рядом с ребенком находился мужчина. Версию о том, что мальчик ушел с неизвестным, правоохранительные органы не подтверждают. Сейчас искать пропавшего 6-летнего амурчанина вышли две группы волонтеров. Они тщательно осматривают промзону в районе очистных сооружений. Приметы мальчика. Рост 110-115 сантиметров. Светлые волосы. На момент исчезновения он был одет в черный пуховик, серое трико, сине-голубую шапку с белыми вставками. Все дети, потерявшие сознание в первой гимназии Благовещенска, выписаны из больницы. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование этого ЧП продолжается. 17 февраля во время репетиции в филиале первой гимназии по улице Фрунзе сознание потеряли сначала два ребенка, а после еще один. В учебное заведение были незамедлительно вызваны скорая, полиция, следственный комитет, прокуратура. Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы воздуха. Но как написано на сайте ведомства, никаких отклонений от гигиенических нормативов не выявлено. До выяснения всех обстоятельств, причин, обмороков учеников, весь филиал первой школы переведен на дистанционное обучение. Актовый зал, где случилось ЧП, опечатан. Надзорные органы предварительно установили, что дети потеряли сознание после того, как неизвестные распылили в помещении раздражающий газ. Так это или нет, должна подтвердить специальная экспертиза. Прокуратура города выехала на место. В настоящее время контролируется проведение необходимых исследований. По результатам проведенных исследований, по результатам проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка исполнения законодательства об обеспечении безопасности учебного процесса в гимназии. По результатам проверки будут при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования. Благовещенский городской роддом возобновил работу. С 18 февраля там началась плановая и экстренная госпитализация. Напомним, три месяца назад на базе медучреждения был развернут временный инфекционный госпиталь для больных COVID-19. В конце января специалисты Амурского Роспотребнадзора провели в родильном доме тотальную дезинфекцию. После получения результатов исследований обработанных поверхностей, сотрудники медучреждения выполнили заключительную обработку. Расставили оборудование и мебель. Получили разрешение на прием пациентов круглосуточно. Сейчас здесь могут обслуживать 125 беременных женщин. В Совете Федерации завершились дни Амурской области. По их итогу подготовлено постановление об оказании содействия экономическому и социальному развитию при Амуре. Об этом в ходе личной встречи руководителям амурской делегации рассказала спикер Верхней Палаты парламента Валентина Матвиенко. Продолжение темы в следующем материале. Амурская область стала первым регионом, который представили в Совете Федерации после длительного перерыва. Дни субъекта позволили при Амуре не только показать себя на федеральном уровне, но и получить необходимую поддержку. Мы подготовили постановление Совета Федерации об оказании содействия экономическому и социальному развитию Амурской области. И такой порядок в Совете Федерации, все постановления, которые мы принимаем, мы их держим на контроле и обязательно доводим до конца. Поэтому думаю, что и в этом смысле мы окажем помощь и содействие руководству Амурской области в дальнейшем развитии. Акцент сделан на повышение качества жизни жителей Амурской области, уровня жизни. О ключевых программах развития, о достижениях, о векторах дальнейшей работы при Амуре спикеру Верхней палаты руководители Амурской делегации рассказали в ходе личной встречи. Среди затронутых тем – переселение амурчан из аварийного жилья, строительство социальных объектов, газификация региона. У нас в субботу состоится выездное совещание с руководством «Газпрома» в Амурской области. Мы обязательно те рекомендации, которые сегодня Валентина Ивановна озвучила, обязательно все это проговорим. У нас действительно есть в планах, скажем так, первый драфт стратегии газификации до 2030 года. Но с учетом тех пожеланий, которые сегодня Валентина Ивановна высказала, мы, конечно, это будем корректировать. Также председателю Совета Федерации презентовали интерактивную выставку. Экспозицию, посвященную Амурской области, поделили на тематические зоны. Наибольшее впечатление на Валентину Матвиенко произвела секция «Агломерация» о развитии двух приграничных городов – Благовещенска и Хайхэ. Ключевыми проектами здесь являются пограничный автомобильный мост и канатная дорога через реку Амур. Для того, чтобы привлечь туристов в Российскую Федерацию, а по программе внутреннего туризма, вот в этот город Хайхэ китайский приезжает ежегодно, в 2020 год не берем ни показать, в 2019 году 2 миллиона китайских туристов внутренних, но из них к нам приезжает 120 тысяч, это тоже данные 2019 года. С одной стороны, хороший показатель, это четвертое место в стране, но вместе с тем есть куда стремиться. Из информационных стендов гости выставки узнали и о первых результатах реализации национальных проектов на территории Преамурия. К слову, сегодня регион участвует в 11 из них. Общий объем финансирования по этой линии до 2024 года. Более 41,5 миллиарда рублей. Наталья Ткачук, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Льготных авиарейсов из Благовещенска в Санкт-Петербург не будет. Об этом объявило Российское федеральное агентство воздушного транспорта. По результатам конкурсного отбора, питье авиакомпаниям было отказано в субсидированных перевозках в Санкт-Петербург из ряда дальневосточных городов, в том числе из Благовещенска. Решение мотивировали недостаточностью бюджетных средств. Из-за небольшого количества беспосадочных рейсов не заключено и соглашение с компанией «Сибирь» на полеты из Благовещенска в Москву. Единственная компания, которая будет перевозить амурчан в столицу – это компания «Уральские авиалинии». Помимо субсидированных билетов для всех дальневосточников, сохранятся льготы для молодежи до 23 лет и пенсионеров. Снова железнодорожное ЧП. 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Авария на путях произошла 18 февраля в Сковородинском районе. Вагоны перевозили уголь. Составы опрокинулись на перегоне станции «Ангарич» – «Джектанда» около трех часов ночи по амурскому времени. На место выезжали два аварийно-восстановительных поезда железнодорожных станций «Магдагача» и «Сковородино», а также региональная группа МЧС. Как сообщают спасатели, обошлось без погибших и пострадавших. Угрозы экологической безопасности нет. Сейчас четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются, в том числе по маршруту «Тын» до «Хабаровск». За сутки до этого ЧП 16 февраля в Тындинском районе локомотив также сошел с рельсов. Возбуждено уголовное дело по подозрению за нарушение правил движения и эксплуатации ЖД-транспорта. По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте, авария произошла из-за проезда грузового поезда на запрещающий сигнал. В результате столкнулись два локомотива. Машинист и его помощник получили травмы. Они госпитализированы в медицинское учреждение. Движение на участке восстановлено. В Белогорске нашли виновного в серийном поджоге автомобилей. Преступника обнаружили благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Местный житель орудовал только в одном районе. Все поджоги совершались ночью. При этом злоумышленник использовал бензин. Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили приметы подозреваемого. Для раскрытия преступлений оперативники организовали засады в местах возможного появления фигуранта. В феврале 2021 года гражданин, подходящий под описание, был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где признался в содеянном. В ходе следственных действий мужчина рассказал, как огнем уничтожил или повредил семь автомобилей, оставленных владельцами, дачный дом, пристройку к жилому дому и аварийное нежилое строение. Собственникам поврежденного имущества причинен материальный ущерб в сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Благовещенский ищут организацию, которая вывезет незаконно установленные гаражи. Соответствующий аукцион уже объявлен городской мэрией. Его результаты сообщают в конце февраля. Первоначально планировалось, что с городских улиц будет убрано минимум 50 незаконных металлических и железобетонных конструкций. Однако точное количество будет определено в процессе проведения аукциона. В планах городской администрации освободить территорию вдоль реки Бурхановка, в микрорайоне и на Вознесенском кладбище. Об этом мэра Благовещенска попросили общественники. Всего же за год в областной столице планируется вывезти около 300 несанкционированных гаражей. Это в 10 раз больше, чем в прошлом году. 64 вакуумные, водовозные и снегоуборочные машины были закуплены в прошлом году. Их распределили практически по всем муниципалитетам региона. О том, какие проблемы решились с появлением нового коммунального транспорта в прогрессе, расскажет наш корреспондент. Откачать и вывезти отходы из точных вод, устранить аварийные ситуации на коммунальных сетях, а также промыть трубы. Раньше решить все это оперативно у специалистов не было возможности. Они вызывали технику из соседних муниципалитетов – Рачихинска или Новобурейска. Ждать спецтранспорт приходилось до суток. Теперь с появлением новой вакуумной машины ликвидация разных ЧП или выполнение сезонной работы производится сразу же по мере поступления заявок. Я проживаю в частном секторе. При отсутствии водоотведения приходилось ждать машину, чтобы откачать септик. Скажем, долгое продолжительное время, до полудня. Но в последнее время стало много лучше. То есть машину уже не приходится так долго ждать. По заявке они приезжают довольно-таки быстро, стало удобнее. Также в поселок была выделена машина для привозки пищевых жидкостей. Стоимость двух новых автомобилей составила 5 миллионов рублей. По словам директора местной ресурсоснабжающей организации, здесь автопарк обслуживающего транспорта не обновлялся с прошлого века. Теперь новая техника сможет без проблем обеспечивать население поселка чистой и качественной водой. Раньше попадали на сломанные машины, потому что бывало случаи, что происходила какая-то авария, машина старая была сломана. Приходилось сутки там даже более ждать. А подвоз воды осуществлялся квасной бочкой. Она маленькая, 800 литров, а новая емкость, она 4 тонны. Мы сразу можем оказывать подвоз воды на несколько домов в случае аварии. Программа поддержки муниципалитетов была разработана по поручению губернатора Преамурия Василия Орлова. На покупку машин в прошлом году из областного бюджета выделено около 180 миллионов рублей. Это позволило обновить парк коммунальной техники 23 муниципальных образований региона. В рамках обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства у нас возникла острая потребность в специализированной технике жилищно-коммунальной. Именно. Было обращение в адрес Василия Александровича Орлова, которое было услышано и удовлетворено. В результате население получает качественные услуги и та организация, которая оказывает данные услуги, тоже имеет положительные отзывы со стороны населения. В этом году планируется передать в муниципалитеты новые экскаваторы для проведения ремонтных работ, погрузчики и бульдозеры. Главная задача, отмечает министра регионального ЖКХ, обновить коммунальный автопарк в кратчайшие сроки. Руслан Козловский, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Было 30 рублей, стало полторы тысячи. Почти в 50 раз увеличилась сумма платежа за содержание общего имущества нескольких домов в села Чигири. Чтобы выяснить причины повышения стоимости взноса, энергетики организовали проверку. Почему платеж изменился и как предотвратить подобные ситуации, разбирался наш корреспондент. Это антимагнитная пломба. Люди производят магнитами. Когда магниты подносите, то пломбы срабатывают. Что такое антимагнитная пломба, признается Александр Акулов. Он не знал, а потому внимательно слушал рекомендации специалистов. Житель дома по улице Полевая 14 энергетиков ждал с нетерпением. Говорит, когда получил квитанции с высокими начислениями на содержание общего имущества. Крайне удивился. Мужчина отмечает, за электроэнергию каждый месяц платит исправно. Передавать показания счетчиков тоже старается регулярно. Когда как? Когда приезжаю, когда звоню, когда бумажку туда бросаю. Просто приезжаю, там же есть ящичек, все я. Просто пишу, что адрес такой, ты бумажку туда бросил и поехал. Слишком высокая стоимость услуг общедомовых нужд насторожила жильцов. Тарифы не изменились, а сумма в квитанции выросла. По словам специалистов, на это повлиял ряд причин. Среди них нерегулярная передача показаний электросчетчиков, а также хищение электричества. Известно, что некоторые собственники подключаются к общедомовым сетям. Для предотвращения таких случаев специалисты устанавливают пломбы на прибор учета. Если поднести к ней магнит, она окрасится в другой цвет. При повторной проверке энергетики сразу обнаружат факт воровства. Кроме этого, в ходе рейда сотрудники снимали контрольные показания и проверяли схему подключения измерительных устройств. Бытует мнение, что на размер ОДН влияют неплатежи соседей. Эксперты утверждают, должникам радоваться не стоит. Существует определенная процедура распределения денежных средств между теми, кто платит, и теми, кто этого не делает. Однако, чтобы начисления были максимально корректны, жильцам нужно не забывать каждый месяц передавать показания своих счетчиков. Сама формула расчета, она закреплена законом, это надо сказать. И в этой формуле участвуют показатели, показания приборов учета. То есть берется общедомовый счетчик, от него отнимается все, что было подкреплено по индивидуальным приборам учета. Так вот, учитывая, что приборы учета в конкретном доме и в соседних установлены внутри квартир, то наши специалисты, обходя эти квартиры при съемене показаний, не попадают во все. Сами собственники не проявляют активность в передаче показаний. Все это как раз приводит к тому, что вот те значения, которые потребители внутри квартиры потребили, но вследствие нам не передали показания, это все ложится на ОДН. В следующем месяце, конечно, когда мы туда попадем, мы это все скорректируем. Для избежания подобных инцидентов сотрудники энергокомпании рекомендуют жильцам передавать показания приборов учета ежемесячно с 20 по 25 число. Сделать это можно как через интернет, так и по телефону. Данные будут поступать в компании единовременно с показателями общедомового счетчика. Тогда начисления будут корректны. Анастасия Слесарев, Вячеслав Попель, Амурское областное телевидение. Подготовка к армии. 30 студентов Амурских колледжей приняли участие в состязании «Патриоты Амура». Стрельба из автомата, сборка оружия, строевая подготовка и первая медицинская помощь. Эти и другие конкурсы подготовили для допризывников организаторы акции. Как ребята справились с поставленными задачами, расскажет наш корреспондент. Позиция 10 метров впереди к бою. Огневой рубеж – это лишь один из этапов конкурса. Ребятам предстояло поразить мишень на дистанции в 60 метров. Правда, не из боевого автомата, а из его специальной модификации. Практически полностью, как у боевого автомата, автоматика работает, как у боевого автомата. Он может стрелять как в автоматическом положении, в одиночном положении. Все абсолютно как у настоящего. Он не может стрелять боевыми патронами. В целом, ребята стреляли очень неплохо. Особенно можно отметить рвение многих, служить в рядах вооруженных силах Российской Федерации. Был виден интерес у людей в глазах. Ну, все остались довольны. И дети, и мы. Стрельба из автомата, пусть даже и не боевого, действие для парней увлекательное. Поразить цель удавалось практически каждому. Мне понравилась стрельба, потому что, ну как, я не стрелял с автомата. Ну, хоть что-то попробовал, пощупал, увидел. Но неожиданно была, наверное, заправка кровати. Этот конкурс для большинства будущих призывников стал настоящим сюрпризом. Справиться с нормативом в две минуты и при этом выполнить все условия задания парням оказалось совсем непросто. Для меня это было сюрпризом. Я не ожидал, что мы будем заправлять кровати. Мне кажется, лучше всего себя проявили до врачебной помощи. Все максимально быстро сделали. И врачи сказали, что все, ну, грубо говоря, идеально. Стреляли тоже отлично. Только вот с магазином у нас долго все получалось у всех. Норматив по сборке-разборке автомата выполнили практически все. Причем успешно. А вот снаряжение магазина патронами, без знания некоторой хитрости, оказалось не таким простым делом, как представлялось. То же самое можно сказать и про этап с костюмом химзащиты, где результат зависел от четкого соблюдения алгоритма действий. Этими знаниями обладали далеко не все. Зато навыки первой до врачебной помощи конкурсанты освоили еще в своих учебных заведениях. Перемещение к раненому. Правильно. Поэтому штрафные баллы мы вам не добавляем. Оказание помощи раненого нарушений не имелось. Транспортировка оказана правильно. Общее время – 2 минуты 12 секунд. Бонусом к конкурсным заданиям была площадка современного и исторического боевого оружия. Первое ребятам демонстрировали сотрудники ФСБ. Второе – их сверстники – воспитанники военно-патриотических клубов. Так же, как и соревновательные этапы, эта площадка была направлена на формирование у парней интереса к армейской службе или поступлению в военные вузы. С удовольствием. Все откликнулись. Ребятки молодцы. Они учатся, стараются. Я думаю, что мы будем развивать это направление. И в следующий раз у нас будет больше участников, больше интересных нормативов, которые сегодня здесь не представлены. Евгений Вдовенко, Михаил Величкин. Амурское областное телевидение. А на сегодня у меня вся информация. Пересмотреть наши новости вы всегда можете на сайте amurobl.tv. Самые интересные сюжеты смотрите в инстаграм-аккаунте. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин